Конституция Здравствуйте! Гости нашей студии Нателла Нурьевна Акаба, председатель правления Ассоциации Женщин Абхазии, Астамур Георгиевич Таня, эксперт-историк, Нукзар Нурьевич Ашуба, председатель общественной организации Абзанхара, Олег Папаскири, начальник юридического управления Национального банка Абхазии. Наверное, сегодня мы уже готовы говорить о том, что мы пришли к тому, что настало время говорить о конституционных реформах. Нателла Юрьевна, наверное, хочется начать, скорее всего, с вас. Вы возглавляете данную комиссию. На какой стадии вот сейчас вы находитесь, хотя пока очень мало времени прошло? К сожалению, пока вот у нас ничего не началось вот из-за этой ситуации такой, потому что все люди на самоизоляции находятся. И я так думала, что вот первое заседание мы должны провести, ну, не онлайн, а так вот, чтобы все присутствовали, там 18 человек, и чтобы президент тоже присутствовал. Но для этого нужно такое огромное помещение. Вот я жду, когда его подготовят. Может, в кабинете министров, а может быть что-то другое, может, где-то на улице, чтобы это было менее опасно. Все-таки из 18 человек кто-то может кого-то заразить или заразиться. Так что сейчас не самая благоприятная ситуация, к сожалению. Но тем не менее, вот я общаюсь так с некоторыми членами этой комиссии. Некоторые уже говорят о каких-то своих наработках. У некоторых они уже давно есть. Потому что, как мы все знаем, уже несколько лет идет вот этот разговор о том, что нужно реформировать Конституцию, но пока ничего не сделано. Но я надеюсь, что все-таки мы начнем что-то делать в ближайшее время. Вы являетесь автором нашей Конституции. На ваш взгляд, вот с чего нужно начинать, если уже мы пришли к такому мнению, что все-таки пора уже вносить какие-то поправки? Ну, я думаю, что все-таки надо, чтобы у нас власть была более сбалансированной. Когда вот сразу после войны мы жили, вы все помните, в такой ужасной ситуации, когда все ожидали, что Грузия опять начнет войну. И когда Россия нам ничем не помогала, наоборот, она во всем поддерживала Грузию тогда. И тогда, конечно, мы решили, вот это была, кстати, идея Зураба Ачба, покойного, что нужна сильная президентская власть. И Владислав Григорьевич с этим согласился, и большинство депутатов тоже поддержали эту идею. И тогда вот приняли вот эту Конституцию. Но сейчас ситуация изменилась, и все-таки мы сейчас в более безопасной ситуации находимся. Поэтому многие считают, и я с этим согласна, что все-таки надо как-то перераспределить полномочия, чтобы сделать власть более сбалансированной. Потому что сейчас вся ответственность фактически лежит на президенте, а это очень такая рискованная ситуация. Астамур Георгиевич, наверное, к вам такой вопрос. Вот все-таки реформа Конституции у нас очень болезненно воспринималась все послевоенные годы. И многие факторы, почему именно так происходило. Сейчас реально назрела вот такая вот идея реформирования именно. Хотя, по сути, при каждой власти у нас создается некая комиссия, при которой работает, но результата как такового нет. Ну, вы правильно сказали про комиссии. Потому что это, кажется, третья комиссия подобная, в которую я вхожу. Вот. Надеюсь, она будет более результативна. Вот вся надежда на Анателлу Нулевну. Спасибо. Да. Ну, естественно, других тоже членов этой комиссии. Ну, конечно, в обществе давно существует осознание того, что нужна конституционная реформа. Вот. Ну, потому что правоприменительная практика показала, что даже тем большим объемом полномочий президент реально у нас не может пользоваться. Вы обратите внимание, что мы живем... Часто у нас происходят политические кризисы в стране. Вот. И, как правило, выход из этих кризисов находят при помощи парламентских механизмов. То есть, в Абхазии гораздо проще принимать коллективные решения. То есть, можно сказать, что перераспределение полномочий, оно де-факто уже осуществилось. То есть, сама жизнь продиктовала, что единолично в том объеме, как это написано в Конституции, президент не может использовать свою власть. Вот. Это неоднократно мы имели тому подтверждение. А сейчас настало время, наконец, это оформить правовым путем. Конечно, мы же это не выдумаем колесо. Существует отработанная модель. В чем проблема, на мой взгляд, нашей Конституции? Она представляет собой такое причудливое сочетание двух-трех конституционных моделей. Там и от французской есть, и от американской. Ну... От российской. От российской, да. Вот. От всего есть там. Ну, и не всегда, в силу того, что это разные конституционные модели, такая система, она периодически дает сбои. Естественно, ее нужно сбалансировать. Вот. На мой взгляд, нам бы подошла, конечно, вот в чистом виде, если бы мы взяли. Наиболее подходящая для нас модель, мне кажется, это американская модель. Она дает высокие полномочия парламенту, дает контроль со стороны парламента. В то же время и президент не превращается в такую бутафорскую фигуру. Конечно, ну, такая президентско-парламентская модель, как во Франции действует. Вот. Она, конечно, более сложная. Тоже она неплохая. Задача в чем заключается? Что является препятствием на пути развития нашего общества? То, что у нас не заданы правовые рамки для политической конкуренции. Политическая конкуренция, она здоровый, упорядоченный законом характер должна носить. Естественно, это все проецируется. Если будет такая политическая конкуренция, будет создаваться конкурентная среда и в экономической сфере. Вот. Будет расти прозрачность собственных органов государственной власти разных, и исполнительной, и законодательной. Вот. Нам нужно вот об этом подумать. То есть о повышении роли партии. По-другому создать здоровую политическую конкурентную среду и условия для роста политической культуры, своего рода школы политической, вот по-другому, я думаю, не получится. Иначе у нас вот будет все время существовать в Азии партии, которые не будут нести ответственность ни за свою программу, ни за тех людей, которых они выдвинули. Вот. Мне кажется, вот в этом направлении должна Конституционная комиссия поработать. Да, я с этим абсолютно согласна. И я считаю, что надо обязательно менять закон о политических партиях, сделать его более таким, чтобы там четко все было прописано. Потому что я знаю, что сегодня у нас такое огромное количество партий, а из них полноценных партий там, ну я не знаю, по пальцам одной руки даже можно перечесть. А есть такие, знаете, псевдопартии, которые создаются вот только накануне выборов, а вне этого периода они вообще, их не видно и не слышно. И потом очень важно, как я узнала вот у предыдущего министра юстиции, есть люди, которые состоят одновременно в нескольких партиях. Это абсолютно ненормально. И в законе о партиях написано, что человек должен только в одной партии состоять. Но у нас это вот не контролируется. Я считаю, что очень важно это тоже, с этого может и надо начинать. И к тому же я считаю, что надо все-таки менять избирательную систему. Что касается парламентских выборов, вот если там будут представители партий, также не только вот от районов, но и от партий, это улучшит качество парламента, я считаю. Нукзар Нуревич, скорее к вам вопрос. Вот у вас за плечами колоссальный опыт. И хочу вот привести пример одну вашу цитату, которую вы при одном из выступлений зачитали. Позвольте вот зачитать, это было очень давно, лет 10-12 назад. Отрывок из вашего высказывания. Определенные изъяны и недостатки в Конституции надо исправлять. При этом предостерегли всех тех, кто хочет кардинально изменить основной закон страны. Ваше мнение с тех пор все-таки поменялось или вы остаетесь при таком же мнении? Ну, практически я остаюсь при таком же мнении. Но сегодня тоже мои друзья здесь высказывали, они не говорили о том, что надо создать новую Конституцию. В этой Конституции действительно очень достаточно много статей, которые надо пересмотреть и переиначить. Потому что жизнь показала, вот я много лет был депутатом, 10 лет, и приходилось эту Конституцию использовать в действии, на него смотреть. Что мешало проанализировать? Теперь вот сегодня я могу проанализировать, именно что можно было менять, как можно менять. Вот совершенно я согласен с Астамуром о том, что приходя в каждую власть, до того, как приходили власти, все это высказывали. Я сейчас просто повторять не буду, потому что всем на слуху, каждый говорил, и потом в жизни получалось немножко по-другому. Создавали эти комиссии, я тоже очень много, по-моему, в двух комиссиях я состоял. Слава Богу, этой последней комиссии я не состою, но это не означает, что я не буду сотрудничать с комиссией. Если какие-то наработки у меня есть, я, естественно, подготовлю и внесу, и на рассмотрение, и буду активно участвовать в работе этой комиссии. Не обязательно для этого быть членом комиссии и иметь там какой-то титул, мне это не нужно. Действительно, в нашей конституции все взрослое население нашей страны знают, в каких условиях и когда принимали эту конституцию. И говорит о том, что там умышленно что-то допустили, я не согласен с этим. Ну, разные вещи говорят. Допустим, нет распуска парламента, потому что Владислава Григорьевича боялись распуска. Это везде говорят. Я думаю, что это не так было. Это было совершенно по-другому. Конечно, система сдержек и противовесов должно быть в любой конституции. И в данном случае тоже. Это важнейший фактор должен быть. Теперь, почему я не согласен с его кардинального изменения? Вы знаете, у нас молодое государство. Мы с каждым годом становимся взрослее. Конечно, с каждым годом у нас и демократические процессы улучшаются. Но, к сожалению, еще очень много такого эмоционального остается. То есть, не всегда разум действует. При этом, конечно, полностью ломать и заново начинать – это очень сложно будет. Я думаю, что надо поэтапно идти к этой цели. Вот то, о чем говорили до меня при распределении полномочий – это очень важно. Даже вот посмотрите. Мы ради того, что в нашем обществе наше население, граждане нашей страны не столкнулись, знаете, в 2004 году первый раз нарушили Конституцию. Официально. Моя подпись тоже стоит там. Дальше, после каждого такого переворота или же изменения, скажем, каждый раз какие-то элементы нарушения нашей Конституции имеются. Если мы координатно все это будем менять, гарантии нету, что вообще население нашей страны, граждане нашей страны, когда-либо даже самую идеальную Конституцию они будут воспринимать. То есть мы должны идти поэтапно, спокойно, подготавливая наше население. И я думаю, что вот для меня вот такие революционные методы неприемлемы. Революционные и спокойные методы. Вот назревшие вопросы здесь были высказаны. Перераспределение полномочий. Оно немножко остудит наш избирательный процесс. Я совершенно согласен. Нашу избирательную систему надо много туда вносить, менять. Там есть поле для деятельности. Ну и я тогда говорил об ошибках. Есть элементарные вещи. Вот, например, представьте такую ситуацию. Президент подписывает законы. После его подписания законы становятся законом, но они вступают в силу после их опубликования. И у нас имеет право публиковать законы только президенты. Мы много раз в жизни приходилось, преодолевали вето президента. И законы до сих пор не работают, потому что они не были опубликованы. Вот таких нюансов, вот таких казусов не должно быть. Мы должны заранее... Это мелочь вроде бы небольшая, да такая, но это опять-таки нарушает и Конституцию, и так далее. В нормальной стране за такие вещи, в общем-то, и импичмент объявляют, и все, что угодно. Но у нас этого не происходит. Давайте, вот в свое время, Наталла Нурьевна, я с Тамур говорил, да, мы вот в моей бытности еще спикером парламента начинали работать, большую работу о изменении в Конституции, последней статье Конституции. То есть надо было все-таки замкнуть нашу Конституцию, Конституцию и о судебной власти. Были разработаны тогда все, но комиссия разработала большие изменения в Конституции. Мы просто не осиливали за период рассмотреть все. Мы взяли две основные вещи. Это вот изменение Конституции, вот последняя глава Конституции и судебная власть. Ну и сегодня худо, бедно, хорошо, плохо. Судебная власть уже существует, по этой схеме работает. И статья, соответствующая есть в Конституции, по которой вносят изменения в Конституцию. Ну, в общем, я остаюсь при своем. То есть нереволюционный метод. Очень многие формы, которые предлагаются, я приветствую. И еще одно хочу сказать. Все-таки здесь так или иначе было сказано. Сейчас кто услышит нас, особенно с того, когда говорил, там, американская система, другая система, начинают тут же критиковать. Не надо критиковать. Никто в мире после того, как создали какие-то модельные моменты, ничего нового не придумывает. Другу друга скатывают и так далее. Но при этом, при этом, надо обязательно учитывать национальный менталитет. То есть мы с вами совершенно очевидно увидели на протяжении всех 30-28 лет, что единолично руководит Абхазией. Даже пусть гениальнейшие люди придут и будут руководить, все равно мы их будем критиковать, и не получается. Если вернуться немножко в прошлое, скажем, 18-й век, 19-й век, даже владетельный князь, у него были какие-то советы, какие-то решения. Потому вот, что говорили о возможности такой смешанной системы, причем у парламента надо поднять нагрузку. То есть это коллективный орган. Там не один человек, там представители народа. Так или иначе, как бы мы ни критиковали, система выборов и так далее, люди проголосовали за них. Когда что-то случается вокруг парламента, почему собирается? Потому что люди думают, что там 35 человек более справедливые решения могут принять. И в этом плане, конечно, надо пересмотреть наши традиционные какие-то дела. При решении больших жизненных вопросов мы должны учитывать в нашу. Какую бы форму мы ни избирали, мы обязательно это должны учитывать. На ваш взгляд, что категорически нельзя в Конституции трогать? Я думаю, есть, наверное, и не только, на мой взгляд, первую главу Конституции, основы государственности вообще нельзя трогать. Надо расширить, если возможно, и вообще постараться всей системой власти, чтобы права человека четко прописаны. Мы вообще не обращаем никакого внимания к этому. Да, есть у нас какие-то формальные, неформальные. Пусть меня извинят, Нателла Нуревна тоже когда-то занималась очень глубоко правами человека. Но в нашем государстве, я извиняюсь, мы с этого уровня, наплевательское отношение к правам человека. Так не должно быть. Даже люди, которые защищают права человека, они часто беспокоят людей власти. А в итоге, получается, вот если вот так посмотреть, несколько замечательных наших парней бросали работу и уходили. И те, которые работали и работают, они знают это очень хорошо. И когда начинают беспокоить, это начинают нервничать представители власти. Так не должно быть. То есть, я хотел бы жить в государстве, в государстве, я уже не молодой человек, жить в государстве, где государство для людей, а не люди для государства. Вот если мы с вами создадим такую конституцию, и каким-то образом в этой конституции будет это отражено, и потом мы сможем это проследить, это будет великолепное дело. Вот правильно, я согласен, американская конституция. Вот несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем в Америке, все равно я, вот если у меня друзья в Америке, с ним созваниваюсь, совершенно другой уровень, другое качество жизни. И государство там, ну, при всех недостатках, которые мы видим, слышим по телевидению, по радио, по средствам информации, существует для граждан этой страны. Не граждан, а для того, чтобы существовало государство. Мы давно и долго жили в Советском Союзе, где все люди, все мы граждане работали на Советский Союз. Но Советский Союз на нас работал в меньшей степени. Спасибо. Олег, вот вы, юрист-практик, в своей работе с какими сложностями вы сталкиваетесь, и по вашему мнению, что нужно, ну, грубо говоря, да, кардинально изменить, чтобы все-таки выйти на какой-то правильный путь? Знаете, напрямую, то есть буквально, разумеется, работая с законами, мы, ну, прямо так, не касаемся самой Конституции, потому что она, собственно, выше по иерархии, поэтому лишь мы взаимодействуем с законами, которые приняты в ее исполнении, где принципы, заложенные в ней, развернуты и реализованы. Вот, поэтому в буквальном смысле каких-то таких стопоров или проблем нет. Но вопрос чуть-чуть в другой плоскости можно посмотреть, насколько правовая культура и правопринятная практика, она соответствует действительности, потому что очень часто бывает, когда есть норма права, прописанная в законе, и есть практика ее применения, которая сильно отличается. И вот в этом случае бессмысленно менять статьи закона, если закон не применяется в должной мере. Соответственно, здесь очень важно, чтобы сам механизм, он был эффективен, и чтобы заложенные нормы или принципы, механизмы, они были реализуемы на практике. Это очень важный момент, иначе не имеет смысл искать идеальную форму, если она не будет дальше как-то воплощена. — Что, по вашему мнению, нужно все-таки изменить? С чего начинать? Основа, главная основа? — Ну, как уже сказали предыдущие участники встречи, я в том плане с ними согласен, и я думаю, это уже мнение, которое вызревало долгое время и подпитывалось нашим опытом политическим, нашими событиями, о том, что необходимо сбалансировать перед властью. Говоря об этом, мы прежде всего имеем в виду круг полномочий и компетенций, то есть объем тех прав, которые закреплены за каждым участником политического процесса. И вот здесь, развивая ранее озвученные мысли, мы говорим о том, чтобы часть полномочий, которые есть у парламента, они были усилены, укреплены, либо дополнены новыми полномочиями. Здесь есть разные конфигурации, разные модели, безусловно. Опять же, можно долго искать варианты, но стоит понимать, что не бывает некого набора универсальных норм правил, норм правил и законов. То есть одни и те же правовые механизмы в одной стране, в одной конфигурации могут быть удачными, эффективными, в другой точно такие же могут быть просто бессмысленными и деструктивными. Поэтому, работая и меняя эту модель, то есть система важна учитывать не только саму по себе, допустим, работу парламента, но и все внешние связи, то есть взаимодействие с другими властями, то есть с правительством, с судами, потому что это все живой целостный механизм, и по отдельности его иметь очень будет сложно. В контексте предыдущих тезисов, когда было сказано про роль парламента усиливающейся, про роль партии, безусловно, все это может привести к тому, что назначение, допустим, главы правительства будет сделаться с участием активного парламента. То есть это одна из таких концепций, которая в этой среде может быть рассмотрена. Есть, опять же, разные модели, то есть в каком случае это отказ парламента, как он преодолевается, у кого есть приоритет в этом вопросе. Но такая вот идея, она присутствует. В этой же части можно говорить не только о рассмотрении фигуры одного глава правительства. Есть модели, когда, рассматривая ту или иную комментуру, голосующие, принимающие решения лица, они видят не только одного человека, они видят его команду. Это очень важный момент, и даже не только команду, команду и программу, с которой идет этот человек, потому что мало видеть человека эффективного, образованного, грамотного. Очень важно понимать, с какими идеями он туда идет, что он хочет принести. И вот есть опыт международный, когда, рассматривая того или иного кандидата, он озвучивает свою программу, свою концепцию взглядов, и даже озвучивает свою команду, с кем он будет ее воплощать. Это очень важный момент, потому что таким образом есть некий баланс. В чем он заключается? В том, что, во-первых, такое лицо будет очень внимательно, осторожно подходить к выбору своих соратников, тех, с кем он будет идти дальше во власть. И сами голосующие, они оценивают не только лишь одного человека, они все вместе, всю идею, весь проект целиком осмысливают и понимают, насколько озвученные идеи могут быть реализованы этими людьми. Это более сложная, безусловно, система. Она может быть, кажется, очень такой запутанной в чем-то, и не очень просто прийти, это требует более высокого, более сложного подхода. Но на стадии уже отработанной, она может дать более эффективные решения, когда будет более понятна и более предсказуемая политическая жизнь. И тогда будет проще пооценивать эффективность работника, отравленного работника лица, поскольку он заявил свою программу, и потом можно будет оценить его действия с этой программой. Ну и предположим, да, что вот такая реформа, она примет свою форму. Не получится так, что вот как у нас создавались комиссии предыдущие годы, что не доходили до нужного результата, так же будет с этой реформой, которая как бы реформа ради реформы. Знаете, как у реформы есть такая проблема, о том, что они не могут дать такого моментального эффекта никогда. Любое изменение, оно дает болезни роста. Естественно, есть ожидаемый результат, но не будет мгновенно после даты вступления в законы силы. Это невозможно, потому что под новую концепцию, под новую структуру, под новые формы должно построиться само политическое общество, которое должно понять новые правила игры, новые взаимоотношения, новые связи, новый баланс сил. И это не будет так быстро. Это опять будут некие циклы, которые показывают слабые, сильные стороны, новые детали, новые нюансы. Поэтому здесь чудес не может быть. Это будет сложный, эволюционный путь, который должно пройти общество. Это будет такой этап созревания, осознание своих прошлых ошибок. И, безусловно, будут и новые ошибки. Не без них, это неизбежно. Однако это путь развития, путь движения. Астамур Георгиевич, все-таки чем отличаются предыдущие комиссии от сегодняшние? Может, там включены какие-то другие вопросы? Может, какой-то другой подход? Все-таки, или отличие в принципе... Мне пока трудно судить. Она Нателла Нуревна сказала, что пока комиссия к работе не приступала. Но я думаю, что можно прогнозировать, что будут предложены, какие модели будут предложены. Потому что, ну, я совершенно согласен с Лукзаром Нуревичем. Здесь есть уже отработанные в мире... Это же технология. Понимаете? Это управление государством, это такая же технология. И мне кажется, здесь не нужно заниматься поиском своего какого-то отличного от всего мира пути развития. Не существует одинаковых народов. Это вот нам может со стороны кажется, что вот Европа населена одинаковыми людьми. И там очень существенные различия существуют. Но там уже опробированы какие-то формы правовые, которые показали свою эффективность. Их не так много на самом деле. Я, первое, конечно, я хочу... Вот сейчас то, что говорил, очень важные вещи сказал, на мой взгляд, Нукзар Нуревич. Конечно, во главу угла этой реформы, это должно быть утверждение и защита прав человека, прав личности. Это очень важно без этого. Понимаете, даже для абхазской традиции характерно уважение личной свободы, самоуважение. У абхазцев очень развит индивидуализм. Эти все качества, они, конечно, вписываются вполне в современные политические модели. Потому что они построены на основе защиты вообще творческого потенциала, творческого потенциала личности. Вот если мы зададим современные правовые рамки, я думаю, потенциал тот, который наш, традиционный потенциал, который нашего народа, многонационального народа, он, конечно, гораздо больше раскроется. Потому что зачастую у нас очень много времени уходит на какие-то дрязги и так далее. Потому что надо понять, что невозможно в Абхазии, в таком обществе, как наше, единоличная какая-то волюнторийская форма правления. Это не получится. Никакая власть не сможет у нас управлять страной, если она не найдет точки соприкосновения с оппозицией. Когда они найдут точки соприкосновения по каким-то вопросам, у них же не кардинальное отличие взгляда на судьбу нашего государства. Они же во многом совпадают. Надо найти площадку, где они могли бы взаимодействовать. Мне кажется, если мы проведем реформу избирательной системы, повысим роль партии, соответственно повысим ответственность этих партий, повысим ответственность президента за проводимый им курс, вот тогда, мне кажется, это тоже не даст, конечно, Олег справедливо сказал, сиюминутного эффекта, но это создаст базу. Та конституция, которая у нас сейчас есть, она тоже в свое время создала базу. Какую она задачу решила? Ну вот рухнула советская социалистическая система. Все поняли, что эта модель не жизнеспособна, не работоспособна. Многие уже забыли, наверное, но те, кто в то время жил, они отчетливо понимали, что такая форма правления, она себя изжила советская. Наша конституция, она, конечно, есть в ней недостатки, связанные с тем, о чем я говорил до этого, что там сочетание разных моделей, но это все равно шаг вперед, шаг к современным формам государственного политического устройства. И вот там и глава отдельно посвященная правам человека, существует это очень важно. Да, то есть, это важный шаг мы совершили. Теперь пора сделать следующий шаг. Спасибо. Если вот мы говорим о внедрении, да, все-таки, а какие положения конституции на сегодняшний день окончательно устарели? Ну, вы понимаете, нельзя сказать, надо смотреть в комплексе. Вот у нас те реформы, которые проводились, они как-то, ну, вот взяли, провели отдельную реформу, учредили конституционный суд. Да. Мне кажется, что в рамках прежней модели это вполне можно было без внесения по праву в Конституцию сделать, просто учредить в Верховном суде в рамках конституционного суда, как это и было предусмотрено, конституционную палату. Для этого не нужна была эта. Ну, сделали, хорошо. Теперь есть у нас судебный орган, которому можно апеллировать. Можно было его по-другому учредить, но учредили таким способом. Это тоже неплохо. Мне кажется, что у нас проблема заключается в том, во-первых, в избирательной системе это не столько связано с, собственно, реформой Конституции. Избирательную систему можно поменять и без реформы Конституции, то есть повысить роль партии, потому что мы видим, что у нас вот эти мажоритарные выборы зачастую во что выливаются. То есть качество парламента начинает падать, какие-то неформальные лидеры очень существенно влияют на эти процессы. И эти вещи можно избежать, эти уже проверенные нами недочеты, если мы перейдем хотя бы к смешанной системе. Это вопрос избирательной системы. Теперь, что касается исполнительной власти. Ну, у нас президент является главой и государства, и исполнительной власти. При этом у нас существует правительство. Ну, лишено реальных полномочий. У нас получается трехступенчатая система власти. То есть, есть президент, есть его администрация, вообще структура вроде бы не наделенная реальными полномочиями, но на самом деле имеющая неформальные высокие полномочия. А может идти речь об упоразнении? Вот я хочу к этому прийти. Потом идет у нас кабинет министров со своим аппаратом. Потом идут министерства. Министерства вообще превращаются какие-то малозначительные, маловлияющие на политику государства органы, хотя они несут непосредственную ответственность за осуществление на своем направлении государственной политики. То есть, есть у нас премьер, который реально не наделен полномочиями, министры не наделены полномочиями. Все они носят свои документы, одни носят в аппарат Кабмина, потом Кабмина носят в администрацию. И так получается, что, во-первых, у нас кадров не так много. Получается, что в тех структурах, которые наделены реальными рычагами, концентрируются наиболее профессиональные кадры. Потом дальше и так далее и тому подобное. Зачем? Это можно все объединить. Я почему говорил об американской модели? В американской модели нет такой структуры, как кабинет министров. Президент возглавляет исполнительную власть. Он несет полную ответственность. У него нет возможности перекладывать свою ответственность на правительство. Сколько у нас сменилось глав правительства за нашу историю? Уже и не сосчитаешь. Да, трудно даже. Это отдельную передачу надо посвятить этому вопросу. Он по американской модели повторяюсь. Возглавляет исполнительную власть. Все эти министры назначаются с согласия парламента, а не подотчетную парламенту. Некоторые министры, вот финансовый блок в Америке, например, по предложению назначается конгресс. Наоборот, то есть наоборот там система работает. И президент, да, поскольку он глава государства, главная исполнительная власть, он в полной мере за это отвечает. А парламент его контролирует. Вот. А парламент, конечно, должен быть партийный. Потому что, ну, должны быть отчетливые какие-то программы. А если партия, это все-таки школа. Вот как мы можем понять, человек способен заниматься государственной деятельностью или не способен. Если он не прошел школу, не участвует в публичной политике, а просто хороший парень. Понимаете? Ну, у нас же в каждом районе можно найти много хороших парней. Потом они начинают друг с другом конкурировать, и мы выбираем просто, ну, кто родственник, кто знакомый. Может, у кого-то другие в городах смотрят все-таки на какие-то профессиональные качества в сельской местности. Меньше на это смотрят, к сожалению. То есть, или мы вот в этом направлении, это направление нас уже привело к тому, что у нас мы видим, что у нас идет снижение качества управления, снижение кадрового потенциала, качества кадрового потенциала, отход молодежи. Молодежь теряет интерес к политике, потому что она не может найти себе, пробить себе дорогу через ту систему, которая у нас сложилась. Они формируются в какие-то другие свои клубы, маргинальные некоторые группы уходят, понимаете? нам же нужно задействовать их возможности, у нас же не могут все время одни и те же люди находиться на поверхности. Нужна быть система ротации. Это все в мире опробировано. Мы ничего нового не придумаем. Мы вот, конечно, самобытный народ, но мы не уникальны. Вот надо понимать, что те технологии, которые работают в медицинских, технологии работают же в Абхазии, работают. Также политические технологии в Абхазии будут работать. Их нужно просто применять, начать, избрать какую-то модель. Я вот говорю об этой, существуют другие модели, но эти модели должны быть основаны на защите прав личности, защите имущественных прав, политической и экономической конкуренции. Вот если такая модель будет, она принесет пользу Абхазии. Я так думаю. Я вас слушаю и честно говоря понимаю, что мы говорим о таких банальных вещах, которые не должны обычного обывателя пугать, что реформа это не так страшно, как кажется. Обыватель может вообще не интересуетесь. Нет, но все-таки послевоенные годы люди очень тяжело воспринимали слово конституции, это было болезненно, а сейчас настолько это банально, что нам мешало, скажем, лет пять назад заняться такими реформами, у нас были комиссии, почему говорим мой свой, чужой голосовал, не голосовал, ты не получишь должность, не получишь работу, и вот только сегодня мы об этом говорим, будет ли результат. Ваше мнение, почему все это так тяжело, это менталитет наш, с чем это связано, может вообще нас устраивает наша конституция именно в таком формате? Нет, я думаю, что она практически никого не устраивает полностью, но какие-то отдельные моменты устраивает. Мне кажется, что причина вот того, что так и ничего и как бы пока не сделано, это в том, что все-таки у нас такой очень глубокий раскол в обществе, у нас как-то вот нет возможности людям прийти к какому-то общему мнению, и это очень препятствует нашему развитию, и вот даже я хочу вспомнить, когда я была в общественной палате, у нас там была очень бурная дискуссия на тему того, как органы местного самоуправления должны формироваться. Были люди, которые категорически были против того, что президент должен назначать всех глав администрации. Я лично тоже считаю, что это не слишком отвечает демократическим принципом. И многие говорили, что надо устраивать выборы, ну, во время выборов выбирать и вот собрания эти городские районы, и главу администрации района. Но были люди, которые устроили такую на эту тему дискуссию, они говорили, как это так, у нас и так выборы проходят не по всем правилам, очень много нарушений, а как тогда мы вообще живем, если у нас выборы проходят неправильно. Значит, все-таки с этой системой избирательной что-то надо делать. И как-то надо делать выборы более прозрачными. Ну, Кзар Муриевич, наверное, хочется все-таки вернуться назад и вспомнить те события все-таки 26 ноября, это такой значимый день, мне кажется, для каждого осознанного гражданина нашей страны. Вот те ощущения, те впечатления, наверное, все-таки, когда проносишь весь этот путь, они остаются глубоко в памяти. Поделитесь тогда, насколько это было значимо. Ну, этот период был немножко другой. Мы все после войны, десятилетия после войны были другими людьми. Мы изменились после этого, мне кажется, много. Мы тогда, вот допустим, в 99-м году, когда реформа была, я не работал ни в правительстве, ни в этой, я занимался бизнесом. Но я как гражданин, как человек, как гражданин этой страны, для меня выше этого ничего. У нас существовала наша конституция, наше государство, его основу мы создали. Мы именно так воспринимали. Мы не думали, мы в эту конституцию, вы знаете, и депутаты тогдашние, вот и золотого парламента, который создавали, и последующие депутаты, и все население, которое голосовало, воспринимало, кто-то глубоко вникнув, кто-то вообще не вникнув, ну, как обычно бывает по-разному, но у нас было единство в том, что это нам нужно. Мы на это возлагали, на конституцию возлагали, что наша жизнь улучшится. Вы понимаете, как бы мы ни говорили сегодня о политической системе, обустройстве и так далее, и так далее, а наш средний гражданин нашей страны сидит, думает, а что мне это даст, что у меня лично улучшится, какие проблемы это может решить. Понимаете, люди воспринимают немножко в другом измерении, политики, конечно, так в целом, в общем. Ну, разные люди по-разному, я не хочу сказать, у нас очень большое количество, у нас вообще население очень грамотное, достаточно высокая грамотность, у нас, в общем-то, если посчитать наше население с высшим образованием, наверное, первое место в мире, наверное, занимаем, но это люди, в конце концов, писать, читать и куда-то вникать они могут. И так воспринимали. И сейчас тоже, вот, когда мы с вами говорим об изменениях, очень многие именно вот с этого ракурса смотрят на все это дело. Но мы думаем, мы знаем, потому что в обществе так не бывает, что 100% общества одинаково мыслили, думали и так далее. Ну, люди со своей позиции, своей колокольной каждый смотрят, но на то существует у нас интеллигенция, у нас в обществе есть сообщество такое, есть вот представленные здесь замечательные граждане, их коллеги. Я знаю очень многие, многие группы людей имеют свои варианты Конституции. Я ознакомился с этими, очень неплохие идеи в них заложено. Видимо, и новая комиссия. В свое время мы пытались все это собрать, видимо, и сейчас наверняка будут именно таким образом все предложения собирать. Но ощущение тогда было именно такое праздничное, возвышенное, и мы гордились, что у нас есть Конституция. И мы считали, мы все считали, я вот потом столкнулся в парламенте, работая, действуя, каждой статьи, в общем, на себя, в общем-то, испытывая все в действии, и какие-то изъяны, и прочее, и прочее, потом выборные процессы, вот это президентские выборы, и прочее, прочее, мы столкнулись с очень многими проблемами, с которыми надо, в принципе, заканчивать. Но тогда единодушны были все, что мы создали, мы имеем государство, мы имеем Конституцию, я помню, приезжали иностранцы, мы им говорили, вот наша Конституция, она демократическая, соответствует всем нормам демократии, и так далее, и так далее, мы в это верили, в это верили. И, наверное, все-таки сразу хочется вам задать вопрос, вот два таких разных поколения, да, ваша точка зрения, насколько Конституция сегодня для нашего поколения важна, отношение нашей молодежи к нашей Конституции, если вот все-таки вот возвращаясь назад, мы услышали такую точку зрения, да, и вот можно сказать вернуться в современную жизнь, ваше мнение? Я думаю, что, безусловно, оценка этого документа, она всегда идет в контексте событий исторических, и, разумеется, те события, которые были вокруг перед ее принятием, это, безусловно, уникальный момент, и именно в силу этого момента ощущается ее особая роль, особая значимость. Уже, скажем так, в наше, ну, мирное время, да, скажем так, когда нет такой прямой угрозы ежедневной, конечно, по-другому оценивается, и, наверное, в повседенной жизни мало кто вообще об этом задумывается, что все, что окружает человека, все абсолютно, транспорт, город, паспорт, который он держит в кармане, все это проекция, все это развитие тех ценностей, тех принципов, прежде всего, принципа суверенитета, суверенности, который в ней заложен, что все это проистекает именно из этого документа. То есть, я думаю, что, конечно, в жизни повседневной мало кто об этом задумывается, однако, это часть правовой культуры, которую необходимо, безусловно, внедрять у детей, у школьников, у студентов, для того, чтобы было понимание связи между написанными нормами права и их жизнью, о том, что все так, не просто так, потому что так сложилось, а потому что есть некие правила, некие закономерности, некие положения, которые реализуются и приводят к тому, что есть парламент, президент, правительство, мэр города, и все другие атрибуты. Поэтому здесь сложно, я не могу говорить за всю молодежь, либо за какое-то общество, то есть, у меня отношение особое, что я юрист, поэтому этот документ имеет особую роль, особо важность, безусловно. Но именно анализ документа должен быть в контексте исторических событий, которые на каждом этапе его спровождали. Вот буквально несколько месяцев назад мы наблюдали, как в Российской Федерации нашего стратегического партнера происходили конституционные реформы. Но перед этим все-таки у общества была возможность голосовать за те или иные поправки. Все-таки это было доступно, это было как-то такое мероприятие всеобщее. Будет ли у нас такая возможность, или все-таки мы пока к такому не готовы? Рассматриваете ли вы такую форму для все-таки нашего населения? Я лично считаю, что это вполне это было бы хорошо. Тогда люди бы, наверное, лучше восприняли вот эти все изменения. Так что, ну, я не знаю, как решат там президент, парламент, пока я не знаю. Но будем обсуждать это. Первое, по вашему мнению, все-таки когда уже будет возможность собраться и обсуждать, что вы будете предлагать? У вас есть какие-то вот все-таки наброски, можно сказать, грубо говоря? Конечно. У многих членов комиссии уже есть какие-то наработки, потому что они давно уже занимаются этой проблематикой. Так что что-нибудь может? И президент тоже придет, я надеюсь, и он скажет о своем видении, вот какая у него вот концепция. Вот говоря все-таки о конституционной реформе, ну, если немножечко так помечтать, да, ваше видение идеальной нашей конституции, насколько это быстро может у нас произойти, насколько безболезненно. К сожалению. Называется сегодня дата, что в 2021 году все-таки мы сделаем первый шаг, как-то мы как-то легко может быть, это еще только самое начало. Но все-таки мы уже знаем, что у нас комиссия это не первая, не вторая, не третья, да, и... Никаких от предыдущих комиссий не было никаких реальных таких результатов. Дай бог, чтобы вот от этой все-таки что-то было, но я не могу сказать, что прям в 2021 году все сразу решится, нет, это вряд ли, это все-таки слишком такая чувствительная сфера, и тем более, если надо голос общества тоже как-то принимать во внимание, я думаю, что это потребует все-таки несколько, ну, может, два года там, в лучшем случае. Было бы хорошо до следующих президентских выборов принять, потому что любые изменения в Конституции они обычно не вводятся сразу на этот период, то есть в действие они войдут с какого-то этапа, в данном случае, скажем, после выборов следующих. Возможно, оно коснется конфигурации, присутствия, отсутствия каких-то должностных прочих лиц и так далее, и так далее, и было бы, надо, конечно, взять курс на то, чтобы до 24-м году, да, у нас будут выборы, к этому, чтобы у нас за полгода, за год, до этого, чтобы было готово. Это было бы эффективно, это было бы продуктивно, и, конечно, я с удовольствием хочу поддержать на тело на уровне в том, что в какой-то форме все-таки с жителями нашей маленькой страны, по крайней мере, основные изменения Конституции надо в какой-то форме согласовать, обсуждать, какая-то возможность должна быть у людей принять в этом участие. Тогда эта Конституция, мне кажется, более уважаема будет, более исполнима будет, то есть его легитимность намного будет лучше, и для легитимности такая форма будет очень полезна. Я считаю, что в нашей стране все-таки современные технологии достаточно широко используются. Все-таки, как вы считаете, возможно ли у нас форму такую применить, как в Российской Федерации, дать возможность нашим гражданам принять участие все-таки в тех или иных поправках, может быть, не во всех, но какую-то часть хотя бы предоставить на голосование, и как это в нашей реальности возможно осуществить? Смотрите, очень важные были понятые аспекты, потому что в этом вопросе важны две фундаментальные вещи, легальность и легитимность. Легальность это соблюдение законов о порядке принятия изменений Конституции. Это есть запрописанные регламенты, описаны кто, дают какие решения. А вот легитимность это когда народ поддерживает, одобряет это решение, и вот в этом случае этот документ это как некий договор между властью и обществом о том, что вот теперь будет так. Поэтому обе стороны должны свое доверие подтвердить в этом вопросе. У нас есть опыт референдума. Ничего другого, альтернативного пока в качественном ключе не придумано. Поэтому если у нас есть такой опыт, он себя хорошо оправдал, и безусловно это один из вариантов в этом вопросе. Мне кажется, тем более, когда обсуждались определенные изменения в Конституции, то в решении суда, наше Конституционное суда было сказано, что решения принятые на референдуме, то только им же могут быть и отменены. Поэтому если это будет прописано на этапе принятия документов, то возможно это будет единственным вариантом полной легитимизации этого документа, этого решения и этих поправок в модель. Поэтому возможно, это сейчас я говорю лишь на свое мнение, референдум вполне может быть в этом ключе таким вот действием, политическим событием, которое легитимизирует новую модель и поправки документов. У нас после 99-го года не проводили... Не так часто, но уже один тоже за новейшую историю это... Но по вашему мнению все-таки есть вероятность того... Вы помните несколько лет назад, но это... Другая история. Оказался не нужен никому. Ну да, инициатором тоже. Ваше мнение, вы считаете, все-таки нужно дать возможность нашим гражданам принять такое... Можно активное участие? Конечно, работа комиссии, вернее, работа самой комиссии и те предложения, которые будут на ней выдвинуты, они должны, конечно, обязательно быть в публичной сфере. Нужно... Сейчас масса современных форм публичного обсуждения. К этому и партии могут подключиться, экспертное сообщество, оно у нас существует, да, и достаточно высокого качества. Вот, эти люди могли бы принять участие в этом обсуждении, есть у нас эти возможности и через социальные сети сделать. Вот, то есть, понимаете, у нас вот Наталья Нуревна вспомнила референдум 99-го года, там была одновременно с одобрением Конституции внесена поправка, то есть, были введены ограничения, ограничения полномочий судей, то есть, это, конечно, нанесло определенный ущерб независимости судебной ветви власти, вот, сейчас это гораздо более очевидно, чем тогда оказалось, вот, но вы понимаете, эта поправка, которая, в общем-то, не сыграла позитивной роли в нашем государственном устройстве, она прошла через референдум, вот, то есть, тут, я тоже сторонник того, чтобы было какое-то всенародное голосование, но и предварять его должны быть публичные, должны публичные дебаты, вот, чтобы люди смогли на основе на мнение компетентных людей, не все же у нас занимаются, юриспруденцы, но все должны понять, в чем их интерес заключается в той или иной поправке, и те, кто лоббирует эти поправки, они должны найти аргументы, для того, чтобы люди поняли, о чем идет речь, вот, то есть, обязательно должно, какому-либо референдуму, его предварять, должно вот такое, достаточно интенсивное обсуждение, с участием разных политических сил, разных специалистов, конечно, было бы очень неплохо, если бы мы привлекли экспертов из других стран, где эти модели уже работают, это, я думаю, очень, это вполне возможно сделать, вот, чтобы они высказались о том, с какими проблемами их государство сталкивается в той или иной модели, мы знаем примеры, когда, допустим, проводились в некоторых европейских странах конституционные реформы, потом люди, государства от них отказывались, возвращались к другим, к прежним моделям, вот, вот это все должно прозвучать в открытом пространстве, тогда сформируется мнение активных слоев населения, активные слои населения, естественно, не будут влиять на общее, вот, в целом на общественное мнение, вот, вот таким образом, чтобы это голосование на референдуме, оно не носило формального характера, просто для легитимизации чьих-то идей, вот. мы с вами уже практически час в эфире, наверное, хочется услышать мнение каждого. Сегодня мы уже говорим о реформах, что немаловажно, все-таки 21-й год внушает надежду, что мы уже сделаем какие-то первые шаги, и хотелось бы услышать ваше мнение вкратце о надеждах. Что мы ждем от реформ? Ну, естественно, ждем, что жизнь нашего государства улучшится, люди станут лучше жить, и вот это социальное расслоение, которое у нас в обществе, что оно как-то все-таки уменьшится, и мне кажется, очень важно еще, чтобы голос народа был как-то более слышен, и чтобы люди были в курсе всего, что происходит на уровне государственного, органов? Ну, надежды, конечно, прежде всего, у меня надежда связана с тем, что, может, закончилась бы пандемия, да, я думаю, в этом с большинством нашего населения. Мы даже здесь постарались соблюсти все социальные дистанции и нормы. Первое, это, конечно, гораздо важнее, чем правовые реформы, потому что их невозможно осуществлять в таких... в таких условиях жизни, вот это, конечно, первая надежда, что мы вернемся к привычному для нас режиму жизни и сможем... Или формы, понимаете, вот вы задавали вопрос, а какая идеальная модель? Не существует идеальных моделей. Везде есть свои какие-то издержки, свои недостатки. Это жизнь, вообще, как вот не существует идеальных людей, идеальных семей, вот, везде свои есть какие-то проблемы и недостатки. Вот, то же самое касается правовой системы. Государственное строительство, это же, вот мы построили, государство, и все закончилось, такое не бывает. Это живой процесс, он продолжается. Что сегодня кажется хорошим, завтра усталело. Вот, главное, чтобы мы создали такую систему политическую, в которой было бы это быстро понятно, что вот это себя изжило, усталело, давайте мы это поменяем, перейдем к другим формам, чтобы это не происходило путем потрясений, там, уличных всяких собраний, митингов, хотя тоже митинги наше население, граждане имеют на это право, это тоже законная форма выражения своего мнения, но до этого тоже лучше не допускать. Вот, создать такую форму, которая, она самосовершенствовалась была, это вполне возможно, это сделано во многих странах, это работает, вот, мы должны, наверное, по этому пути пойти. Но всем не угодишь. Да, конечно. Ну, в принципе, все сказано, ничего это нам нужно, прежде всего, мы с нашей Конституцией прожили определенный отрезок времени. вот стоящие здесь четыре человека и в обществе тоже, все начали чувствовать, что нужны какие-то изменения. И я лично это изменение, у меня есть свое представление, какие должны быть на мой счет, на мой взгляд изменения. Конечно же, от этих реформ я жду решения тех проблем и порой такие проблемы, которые невозможно было разрешать, чтобы мы нашли бы пути и возможности дальше в будущем не попадать в такие ситуации, от которых нет выхода. А мы за этот период, у нас было несколько таких случаев и очень многие вещи до сих пор не работают. Например, я хотел бы вернуться к одному вопросу, допустим, здесь косвенно коснулись местному самоуправлению. Вы понимаете, его нет у нас в Абхазии. Мы на тело на уровне помнят, мы ездили, я тоже ездил за границей в Великобританию, мы изучали. В мире огромное количество существует вещей. Даже в Великобритании, мне казалось, что все у них идеально, а у них сплошь одни проблемы. Знаете, так реально не бывает, чтобы не было бы проблем, но у нас вообще мы продекларировали и у нас не существует никаких ни прав, ни ответственности местных органов власти. Мы обязательно вот такие ниши должны заполнить. Вот я что... Что вы ждете от реформы? Наверное, самым главным, точнее, одним из главных пунктов должно быть учитывание нашего опыта, негативного, который имел место быть, безусловно, для того, чтобы предусмотреть максимально дальновидно, безусловно, эффективно нормы положения, которые бы помогли такие ситуации избежать заранее. То есть не решить эту проблему, а заранее просто их исключить из возможного арсенала событий. Это сложно, но в принципе есть правовые механизмы, которые стабилизируют ситуацию после выборов, до выборов, то есть некие переходные моменты, которые в период сложности, период, когда обостряется конкуренция, политическая борьба, когда они помогают сдерживать каждую силу и балансировать в сторону эффективности. И опять же продолжая мысли, которые были ранее озвучены, очень важный момент про местное управление. Это сейчас забывается, но это такой наиболее даже стабилизирующий фактор, поскольку когда есть стабильная рабочая система в этой области, тогда общество тоже спокойное, оно понимает к чему пройдет его действие, оно управляет процессом в той или иной мере, и тогда связь между обществом и властью она более понятная, более оперативная, более живая, и многие вопросы, многие проблемы, которые скапливаются и в итоге вливаются в обострение конфликта, они гораздо раньше эффективнее снимаются через механизмы местного управления. Поэтому в этом ключе очень важно все элементы системы сбалансировав привести к тому, чтобы каждый решал свои функциональные задачи. Тогда это будет эффективная и рабочая система. Все-таки 26 ноября я считаю, что это очень важный день в нашей истории. Я хочу поздравить вас с этим днем, поздравить жителей Абхазии. Наверное, все-таки нужно помнить свою историю для того, чтобы делать какой-то шаг вперед. Сегодня, может быть, мы не можем говорить о каких-то реформах, пока не было заседания комиссии, но мы обязательно к этому вернемся. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо. субтитры